Здравствуйте, дорогие! Будем читать Библию. Исход 25 глава. Будем читать 10 стиха. Пожалуйста, откройте 25 главу Исход. Если вы открыли, начну читать с 10 стиха. Сделайте кочек из дерева сетим. Длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его, и сделай наверху вокруг его золотой венец. И выли для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его, 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты, и обложи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. Кольца ковчега должны быть шесты, и не должны отниматься от него. И положи ковчега в те откровения, которые я дам тебе. Сделай та же крышу из чистого золота, длина ее 2 локтя с половиной, ширина ее 1,5 локтя. И сделай из золота двух херувимов, чеканной работы, и сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного херувима с одного края, а другого херувима с другого края. Выдавшимися из крышки, сделай херувимов на обоих краях его. И будут херувимы с чертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышу, а лицами своими будут друг другу, и крышки будут лица херувимов. И положи крышку на ковчег сверху, и в ковчег же положи откровения, которые я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобой над крышкой посреди двух херувимов, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя с сынам Израилевым. Да, мы сегодня прочитали о ковчеге Завета. Если люди не понимают глубокий смысл, который вложен в Библию, да, и многие люди начинают истолковать Библию человеческими мыслями, и в итоге церкви отклоняются от истины. Есть очень важный момент в Библии, это 10 заповедей. Да, Господь дал нам 10 заповедей. Да, когда израильтяне выходили из Египта, то на горе Синай. В 1491 год до н.э. Господь дал Моисею заповеди. И как же Моисею получил две скрижали с 10 заповедями в 1491 год до н.э.? Да, мы можем узнать об этом через историю Египта. Вот в те времена, когда израильтяне вышли, это было в 1491 год. То есть, можно сказать, это было полтора тысячи лет до нашей эры. Да, и они вышли из Египта и перешли к Красной морю. И потом они пришли к Синай. Да, по-корейски это звучит как Шинэ, и это Синайский полуостров. То есть, гора Синай находится на Синайском полуострове. Вы знаете, в наши дни, во многих церквах, по служениям, люди слух читают 10 заповедей. Да не будет у тебя других богов пред лицом Моим. Не делай себе кумира или изображения. Не произноси имени Господа напрасно. Помни День Субботний, чтобы святить Его. Почитай Твоих родителей. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не кради. Не произноси ложного свидетельства. Не желай. Господь дал нам 10 заповедей. Но, знаете, у большинства людей, их представления от 10 заповедей отклонились от Божьего намерения. Когда мы рассматриваем христианскую историю, да, среди учеников Иисуса был Йоанн, и у Аяна был ученик имени Поликар. Да, и благодаря Ему произошли удивительные пробуждения Евангелия. Но, знаете, церковь постепенно начала двигаться в сторону плоти, поэтому она начала развращаться и деградировать. Так всегда было в истории христианства. Вроде бы все было хорошо, а потом начали двигаться по плоти. И каждый раз, когда появлялся новый Божий слуга, то люди открывают совершенно новый мир, и люди приходят к Господу благодаря ним. и потом, вроде бы, они двигаются в сторону Бога. Затем другой Божий слуга появляется, и по Библии людей он ведет в сторону Бога. Да, вот такие явления происходят в истории христианства. Из Божьих слуг мы можем назвать Мартина Лютера, Джона Весли. Да, такие люди начали совершенно новое пробуждение в истории христианства. Во времена Джона Весли или Мартина Лютера все церкви разворачивались. Да, Мартин Лютер был католическим монахом, а католицизм деградировал очень сильно. И знаете, что сказал Папа Римский? Он запретил людям читать Библию. Да, Библия — это книга, которую Господь дал людям, чтобы они читали ее. А Папа Римский говорит, если обычные прихожане будут читать Писание, они могут понять Библию не так, как нужно. Поэтому запретило читать Библию, кроме священников. И церковь очень быстро начала развращаться. И они начали обманывать своих прихожан. Да, сами священники начали обманывать своих прихожан. Когда они строили собор Святого Петра, да, как они поступили? У них не хватило средств, чтобы построить этот собор до конца. И они сказали, если вы будете покупать эндургенцию, то грехи ваши прошаются. Сейчас это очень смешно звучит, так ведь? Как им удалось обмануть людей? Да, так как прихожане вообще не знали Библию. Они не знают, что такое настоящая истина. И тогда Мартин Лютер начал реформацию церковную. Он начал говорить о Библии. Он говорит о том, что мы получили прощение грехов через крови Иисуса. А в чьи времена все церкви назвали своих прихожан грешниками. Когда церковь деградировала, то все прихожане были грешниками. А когда церковь вернулась к свету, то все прихожане становятся праведными. Знаете, сейчас такая же тенденция наблюдается в корейских церквах. Знаете, многие церкви, которые используют такую стратегию, сделают своих людей бестолковыми. Да, применяют такую стратегию, да, и люди в итоге не знают Библию. Раньше, знаете, у нас в церкви были библейские семинары, семинары для пробуждения, библейские занятия. Я не знаю, с каких пор, но сети, семинары пропали куда-то. Раньше были, знаете, библейские занятия, разборы Библии, но сейчас таких собраний нет. И люди только раз в неделю приходят в воскресенье. А сейчас в церкви сократили проповедь на 15 минут. И что же можно сказать за 15 минут? Это слишком мало, чтобы людям передать истину из Библии. И в конце концов, пастори говорят просто добрые и приятные слова своим прихожанам. Они прочитают длинный стих из Библии, скажут приятные слова. И люди не знают, церковь права или нет. Просто когда им приятно, то они приходят, просто и слушают. Мало кто знает и понимает Библию конкретно. Да, сейчас корейские церкви находятся в таком положении. Да, насколько мы знаем, церковь Шинченди несет ерунду. Да, они говорят, что новое небо и земля находятся в Корее. Где? Кто сказал так? В Библии написано, что новая земля и новое небо сходят с неба. Они называют Корею, да, новой землей и новым небом. Хотя Корее только 5000 лет. То есть это ерунда. А люди попадают именно на такую удочку. Потому что люди не знают, какой ченн является правильным, а какой нет. Если пастор кого-то обвиняет в сектантстве, то все прихожане тоже называют его сектантом. Хотя они не знают, почему он сектант. Поэтому когда я начал читать Библию и изучать, в наше время слова, которые отличаются от Библии, обманывают людей и верующих. Поэтому 10 заповедей имеют главное, важное значение. Да, Господь дал нам 10 заповедей. В 1491 году до нашей эры. Да, когда они вышли из Египта и находились на Синайском полуострове, Господь дал Моисею две вещи. Господь лично написал эти 10 заповедей на скрижанах и отдал Моисею. И во вторых, Господь шатену показал скинью, которая на небе. И Бог сказал, что теперь сходи и построи там скинью, которую я показал тебе. Чуть меньше. Да, давайте мы об этом с вами поговорим. Да, давайте сначала поговорим о том, как 10 заповедей пришли к нам. Да, дорогие, пожалуйста, откройте 19 главу, исход. Девятнадцатая глава, пятый стих. Итак, если вы будете слушать согласы Моего и соблюдаст завет Мой, то будете Моим уделом и всех народов, ибо Моя вся земля. А вы будете у Меня царством священников и народом святым. Вот слова, которые ты скажешь с нами, Израилевым. И пришел Моисей и созвал столешие народа, и предложил им все, все слова, которые заповедал ему Господь. И весь народ отвечал, единогласно говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисей слова народа Господу. Да, состоялась такая беседа между израильским народом и Богом. Итак, если вы будете слушать согласы Моего и соблюдать завет Мой, то вы будете Моим уделом и всех народов. И вы будете у Меня царством священников и святым народом. Да, Господь сказал, какие слова. А знаете, что сказали израильские израильтяне? Они сказали, да, все, что сказал Господь, исполним. Да, давайте прочитаем 8 стих. Давайте прочитаем 8 стих, 3-4. И весь народ отвечал единогласно, говоря, все, что сказал Господь, исполним. И донес Моисея слова народа Господу. И место, где объясняет это событие, это 28 главе Второзакония. Да, в этой главе Господь говорит людям, если ты будешь слушать гласы Господа Бога твоего, то исполняешь все заповеди Его. Благословен ты при входе твоем, благословен ты при выходе твоем, благословен ты при выходе твоем, да, благословен плод, овец твоих, благословен твои дети, благословен твои гости. Да, так я вас благословлю. Если же не будешь слушать гласам Господа, проклят ты при входе, проклят ты при выходе, да, проклят ты жительницы твои, проклят плод овец твоих, проклят ты, твои дети. Да, и при входе, и при выходе ты будешь проклят. Да, давайте серьезно подумаем. Что нам нужно выбрать? Что сказали израильтяне? Израильтяне сказали, вот они сказали так, да, все, что сказал Господь, мы исполним. Да, Господь дал десять заповедей. Да, то есть это завет, закон, другими словами, это завет. Он дал нам, этот закон не просто так. То есть он дал нам завет, дал обещание. Если вы исполняете все заповеди, вы будете благословенны. И при входе, и при выходе благословенны. Да, и жительницы ваши благословены. И плод ваших обед, ваше потомство, твои гости будут благословенны. Наоборот, если ты нарушишь эти заповеди, то наоборот, ты будешь проклят, проклят и проклят. Дорогие, у меня вопрос к вам. Если бы Господь спросил вас так, будете соблюдать или нет, то как бы вы ответили, хорошо, мы исполним, или наоборот, нет, мы не можем. Да, поднимите руку, кто из вас скажет, да, мы исполним. Раз, два, три. Да, где-то десять человек подняли руку. Нет, я не смогу исполнить. Поднимите руку. О, их больше. Наверное, да, отрицательных, негативных людей больше, наверное. Да, давайте мы послушаем. Эти люди смогли исполнить закон? Нет, они не смогли. Так ведь? Вот так, как они с Богом договорились, и Господь обещал им. И поэтому завету Господь должен был проклинать этих людей. Моисей провел сорок дней на горе Синаи. Пока он находился там сорок дней, Моисей видел скинье на небе и изучал его. И когда Моисей сошел с горы, да, он принес две стрижали. А также он в свое сердце вложил картинку небесную скинье. То есть важный момент. Когда Моисей сошел с горы, когда Моисей вернулся с горы, да, какое событие произошло? Да, Моисей поднялся на гору, и вот 40 дней не было. А что, на горе была пекарня, или ресторан, или еда? Там были одни камни. И люди подумали, куда же Моисей пропал сорок дней подряд? Слушай, у тебя есть телефонный номер Моисея? Попробуй позвонить. Было бы хорошо, если бы у них были такие возможности, как сегодня. Где сейчас Моисей? Почему мы ничего не слышим о нем? Жив или нет? Да, давайте с ним поговорим по видеочатку. Да, у нас есть такая возможность. Но проблема в том, что связь не доходит до вершины горы Синай. И поэтому, возможно, сказали, нет, не получится. поговорить с ним. Но так как люди не знали, что произошло с Моисеем, поэтому арон и народы переживали. Да, Моисей взял около 600 тысяч человек и вышел из Египта. Они пришли в пустыню. И как теперь править дать множеством людей? Моисей. И поэтому должен быть центр притяжения, чтобы эти люди могли собраться воедино. Но никто не знал, погиб Моисей или жив. И для того, чтобы создать такой центр притяжения, они сделали золотого теленка. А в тот момент Моисей спускался с горы. Да, но они сделали золотого теленка, поставили и сказали, что это Бог, который вывел нас из Египта. И они присали и танцевали перед ним. Послушайте. Вот они служили золотому теленку, они танцевали. И вдруг Моисей вернулся с десятью заповедями. Да, закон зашел из того времени и закон начал активно действовать. И поэтому они начали проверять поступки израильтян по закону. Да, да не будет иных богов перед лицом Моим. Не делайте себе кумира. Они первые два закона нарушили. Хотя они сказали, что они исполняют все, что сказал Бог. И знаете, в этот день сколько человек погибло? Три тысячи человек. Дорогие, что говорит нам Библия? Когда нет закона, грех не вменяется. Понимаете? Понимаете? Да, в нашей стране в последнее время много законов изменилось. И знаете, говорят, что появился такой закон именем Минщик. Вы слышали об этом? Да, недавно на машине сбили мальчика имени Минщик. Так? Пастор Пагюнгжо, вы где? Он мне рассказал об этом. Закон Минщик. Вот когда машина едет в школьной зоне, даже если сам человек нарвется и ударится в машину, водитель будет виноват. Вот такой закон открылся. Поэтому говорят, будьте осторожны, когда вы будете проезжать школьную зону. Да, остановите лучше машину, пока все дети не перешли дорогу. Когда не было такого закона, да, они как-то обходили другим путем. Но когда появился закон Минщики, и когда люди получат наказание по этому закону, понимаете, новый закон появился. Когда нет закона, да, даже если они сделали золотого членка, или, да, из серебра, или из камня, о, это каменный членок, да, они бы так сказали просто. Но это как пришел закон. Да, с того времени началось проклятие. После того, как пришел закон, израильщане постоянно становились проклятыми, проклятыми и проклятыми. Кто-то умер за то, что он рубил дрова в субботний день, кто-то возрастал на Бога и умер. Кто-то умер так, кто-то умер так. Да, после того, как пришел закон, проклятия продолжались. И потом Моисей взял и разбил этот закон. Да, нам нужно разбить закон. Но, дорогие, что самое важное? Бог, это наш отец. Да, это не отношение к закону. Однажды я сел на такси с моей женой, с моей дочкой, с сыном. Вот тогда моему сыну было 9 лет. Я спросил водителя, таксиста, за сколько мы доедем до станции Тунгдегу? Он говорит, ну, приблизительно тысяч вонов. Очень припонятно. Да, папа заплатит 300 вонов, мама заплатит 300 вонов, а вы еще маленький, поэтому платите по 200 вонов. Да, папа заплатит 300 вонов, мама 300 вонов, твоя сестра 200 вонов, и ты 200 вонов. Но что, говорит сын, нет, папа, ты должен заплатить. слушай, ты же тоже сел на доксию. Не будет ли это правильно, если каждый из нас заплатит за себя? Нет, ты должен заплатить, отец. Ты же сел на доксию, почему я должен платить? Папа, ты же мой отец, и поэтому я заплатил все деньги. Так ведь? Да, дорогие, давайте поговорим перед Богом. Я вас прокляну, если ты не исполнишь все заповеди. В этом момент что нам нужно сказать? Ой, Боже, мы не сможем исполнить все заповеди. Как мы сможем исполнить Твои законы? Ни в коем случае мы не сможем исполнить. Пожалуйста, помилуй нас. Так мы должны были сказать. И во-вторых, закон пришел в 1491 год до нашей эры. За 430 лет до прихода закона. Вы помните, израильчане были в Египте 430 лет, и до этого был человек имени Авраам. Да, и Господь дал Аврааму закон о том, что он должен исполнить закон, чтобы оправдаться. И во времена Авраама не было закона. Так как не было закона, и поэтому его вера в Бога менялась праведность. И каким образом Авраам оправдался и он оправдался верой в Бога. А по закону человек может оправдаться только исполняя заповеди. Он должен исполнить все заповеди. Не должно быть ни одного нарушения, иначе ты будешь проклятым. Да мы это называем заветом. Да, Господь поставил завет через закон. Когда мы поставили завет, мы договорились, если исполнишь, вы будете священниками, получите благословение, я буду вашим Богом. Что нужно было сказать израильтянам? Боже, мы никогда не сможем исполнить этот закон. У нас не получится. Ты должен помиловать. Ты должен просто простить нам грехи. разве не так должны были отвечать? Но израильтяне не ответили так. Они думали, что смогут исполнить закон. Отсюда и появляется самая большая проблема в нашей духовной жизни. Когда мы читаем Библию, то таких историй там очень много. 18 главе в Евангелии от Луки написано о том, как мытарь и фарисей помолились. Знаете, что сказал фарисей? Я пошел два раза. Я приношу десяти нуж моей прибыли. Я не такой, как этот мытарь. Да, я жалову лучше, мытарь. А что сказал мытарь? Он даже не смел поднять свои глаза на Господа. Просто сказал Господь, помилуй меня, я человек гречный. А что говорит Библия? Да, мытарь получил оправдание и вернулся праведным, в отличие от фарисея. Да, несмотря на то, что мытарь согрешил, как он получил оправдание? Он получил оправдание не за свои хорошие дела. Да, если мы получаем за работу что-то, это не будет благодатью. Благодать это то, что мы получаем без всякой работы. Да, будем сравнивать, попробуем сравнивать это с жизнью. Родился младенец. И благодаря чему младенцы могут жить каждый день? По благодати родителей. Так ведь? Мама родила. Ой, мама, у меня принес мешок. Пожалуйста, следи за этим мешком. А что там внутри? Мама, это мои деньги. Мама, каждый раз, когда будешь меня кормить, я буду платить тебе по 10 долларов. А эти деньги за еду, а эта еда за душ, и душ. Когда ты будешь меня переодевать, тоже заплачу. Дорогие, вы разве получили помощь от родителей, потому что заплатили деньги? Конечно же не так. Да, кто принес деньги в этот мир, когда он родился. Такой человека нет, мы приехали с пустыми руками сюда. Когда мама родит, вот тогда здесь все хорошие погибли, правда ли? Да, в нашей церкви очень много красивых людей высокого роста. пастора. Пастор пастор Джона из Фиджи, он переехал к нам в церкви как помощник пастора. Из-за коронавируса он не смог пока приехать. Он очень высокий. Я лично очень люблю Фиджи, потому что там люди очень простые. Вот когда я бываю в Фиджи, несмотря на то, что я не говорю по-английски, я просто касаюсь людей и с улыбкой говорю на ломаном английском языке. Но никто не сердится. Да, таких капризных людей. Да, поэтому в этой стране люди всегда ходят с улыбкой. А, наверное, в Корее улыбка пропадает со временем. Да, действительно, это Фиджи. Это прекрасная страна. Недавно с правительством Фиджи мы заключили меморандум. Мы собираемся открыть школу Фиджи. Поэтому я сказал об этом послу Фиджи. Фиджи да, откроем школу Фиджи и будем вести учеников добрым путем. Будем читать лекции. Пожалуйста, передайте это предложение правительству. Пожалуйста, подготовьте нам здание, в котором мы могли бы читать лекции для мангриза. Мы там будем учить детей музыки и майнд образованию. И тогда посол из Фиджи обрадовался и сказал «Да хорошо, так и сделаем». Конечно, сейчас люди из Фиджи не могут свободно приехать. Все рейсы остановились. Вот в Фиджи я встретил одну женщину из Индии. И знаете, она передала мой семинар. И потом мы у нее в телекомпании проповедовали. И в этот раз многие ко мне обратились с просьбой согласиться на интервью. Я сказал, ну, приблизительно на следующей неделе у меня будет время. Фиджи это прекрасная страна. Да, как-то вместе с пастором Джосиф мы плавали. И вы не представляете, какое там чистое море. И знаете, у нас на теле были грязи, поэтому мы думали, можем ли водить такую воду с грязью. У этого пастора были больше грязи, по-моему, чем у меня. Может быть, у него много жира, так как он молот. Да, дорогие, в нашей жизни в то время, когда Господь сделал, чтобы люди родились, никто не родился с банковским счетом, никто не родился с конвертом с деньгами, и никто не рождается с мужиком риса. Говорят, что люди, человек приходит в этот мир с пустыми руками и также уходит с пустыми руками. Дорогие, вы все такие же люди, выдающиеся или не выдающиеся. Да, никто не был богатым в отрубе матери. Так что вы ели до сих пор и жили? Во что вы одевались? да вы жили получая любовь от родителей. Возьми мы получили даром эту любовь. После того, как мы поженили с женой, у нас родилась старшая дочка. Дорогая, у нас родится дочка. Да, мы должны будем кормить ее, покупать ее здесь. Давайте сейчас мы запишем все это. Да, мы запишем, чтобы она в будущем, когда станет взрослой, заплатит нам эти деньги. Нет, я так не сделаю. Так никто не делает. Благодатью. Благодатью родителей. На простом языке благодать это дар. Нет, дар, без работы. Бесплатно. Я кормлю детей не потому, что они себя ведут хорошо. Знаете, у них постоянно идет нос, март, они писают под делом. Эти родители живут благодаря любви родителей и благодати. дорогие, так как и мы являемся чадами Бога. Наш Господь, Он неплохой, который скажет, ой, зачем ты так много кушаешь, все, ты будешь больше платить за это. Бог это тот, который благословляет и дарует мил благодать. Но Бог дал нам закон. Да, Он дал закон, чтобы мы осознали себя грешниками. Если мы осознали то, что являемся грешниками, Господь, мы не сможем исполнить этот закон. Мы злые люди, мы лживые люди. Проси, Господь, благослови нас. Помилуй нас. Это есть сердце Бога. Дорогие, мы такие маленькие дети, которые не могут делать сами что-нибудь. являемся злыми людьми, которые следуют за плотью. Да, и по закону Бога мы должны стать проклятыми и излюбленными. Да, потому что человек совершил ошибку перед Богом. Да, Господи, мы совершаем ошибки. Мы не хорошо. в Бусане проживаем моя старшая сестра. За 2-3 дня до начала конференции мы плаваем на пляже. Мы взяли с собой Йонгук и Йонсук. с собой Йонгук хочет пройти и спать хочет дальше пройти и дальше отплыть. Я не знаю, я смогу его спасти в крайнем случае или нет. Это же опасно, Йонгук, выйди. Выйди. Почему? Ему нельзя тонуть. Я прекрасно знаю свое время, если он сам упадет в воду, то он не сможет выбрать. Но также знал, что мы не сможем соблюдать закон. Знаете, каким образом он знал? Когда он дал нам две скрижали, он дал не только 10 заповедей, но также Господь положил в душу Моисия имидж небесной скиньи. Если ты спустишься, сделай скиньи такой же. Когда мы согрешаем, то приносите приношение за грех, проведите богослужение. Как вы думаете, Бог знал, что мы будем согрешать или нет? Бог знал, что мы обязательно согрешим. Понимаете, о чем я говорю? И поэтому, если у нас есть две скрижали закона, он знал, что мы будем грешить. Понимаете? если у нас есть две скрижали, тогда мы будем думать о нашем грехе и страдать. грехе и что самое главное для нас. У Господа были две скрижали. Но так как человек, люди нарушили закон, Моисей взял и разбил их. И поэтому Господь снова сделал скрижали. и вторые скрижали, которые сделал Господь, положили в ковчег завета. Да, мы сегодня прочитали историю о ковчеге завета. И сделайте ковчег из дерева сетим. Так ведь? Сделайте та же крышу из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее полтора локтя. Что это шитим локтя? Да, в английской Библии из дерева сетим. Да, что такое дерево сетим? Да, сетим дерево. Да, это сорт акации. И среди деревьев акации есть дерево сетим. да, и Бог сказал, возьми это дерево и в 10 стихе он говорит. И сделай ковчег из дерева сетим. Длина ему два локтя с половиной, и ширина ему полтора локтя, и высота ему полтора локтя. Зачем в 11 стихе написано. И обложи его чистым золотом изнутри и снаружи покрой его и сделай наверху вокруг его золотой венец. Потом в 12 стихе написано. И выли для него четыре кольца золотых и твердя на четырех нижних углах его. Два кольца на одной стороне его, два кольца на другой стороне его. И написано. Сделай изделие восхитим шесты и обложи их золотом. Да, в 14 стихе написано. Да, и вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. Понятно вам? Да, прочитаем 15 стих. ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Да, шесты находились всегда в кольцах и посредством шестов люди носили ковчег. И вы помните, когда положили на колесницу, то из-за того, что быки начали прыгать, ковчег уклонился. И Оза поддержал, и он был поразен, и Господь его поразил. Да, прочитаем дальше 16 стих. И положи ковчег откровения, которые я дам тебе. Да, что такое откровение? Это две скрижали с десятью заповедения. Бог говорит, положи ковчег откровения, которые я дам тебе. Да, прочитаем 17 стих. Сделай та же крышку из чистого золота. Длина ее два локтя с половиной, а ширина ее ультра локтя. Вот здесь пастор Джосип только что прочитал крышку как mercy seat. Да, крышка по-английски звучит как mercy seat. А по-корейски это место для милости. То есть mercy seat это означает седалище милосердия, то место, где проявляется милость. Поэтому крышка ковчега это то место, на котором открывается милость. Поэтому седалище милосердие милосердие это крышка ковчега. Вам понятно? Да, чтобы помиловать кого-нибудь. Когда мы судим людей по закону, то в законе нет милости, нет милосердия. Понимаете? ковчега милосердия. Милосердия. Для того, чтобы Бог помиловал израильтян. милосердия. Therefore, the tablets of Ten Commandments is put into the ark. Он никогда не может миловать израильтян, открыв ковчег. И потом сказали, положи открыв ковчег. ковчег. You have to cover up the law. Да, и поэтому Бог закрыл крышкой этот ковчег, затем помиловал. То есть мы должны закрыть закон. Да, и поэтому этой крышкой, которая закрывает ковчег, it's called the mercy seat. И по-корейски эта крышка звучит с А как написано по-английски? Mercy seat, место милосердия. То есть это съедалище милосердия. Другими словами. Если человек открывает закон, он должен судить по закону, но в законе не может быть милости. бог так как любит нас. Да, какой родитель будет растить своих детей по закону? Да, воспитать детей по закону, то дети должны платить за еду, за то, что родители заботились, за то, что родители покупали одежду. То есть эти люди не могут жить. И когда родители дали нам благо и благо и мы съемли , мы спим и мы собираем панды. Помните, после рождения родители помиловали нас, поэтому по благодаче мы делали даром, оделись даром, конфеты покупали, правда? И кто из вас платил за такую благодать? Нет такого человека, правда? Это благодать. И Бог хотел дать нам благодать. За 430 лет до рождения Моисея, во времена Абрама. Господь дал Абраму благодать вместо закона. Да, Бог признал Абрама праведным за то, что он поверил в Бога. Да, когда сказали, что если мы исполним закон, то нас помилуют, а если нет, стань проклятыми. А что на это сказали израильтяне? Господи, мы не сможем исполнить эти заповеди. Да, Господь, ведь Абрам, тоже ошибался, но ты его благословил, помиловал, и он оправдался. Да, Господь также и нам дарует и благодать, чтобы мы даром оправдались. Мы так должны сказать Богу. мы с заповедей. Но даритяне надеялись на себя, думали, что не смогут исполнить закон. Они сказали, да, мы исполним все заповеди. Ну, понимаете, это стало обещание между болгами людьми. Если мы хорошо исполним, мы получим благословение, а в другом случае станем проклятыми. И таким образом закон начал действовать. Понимаете, о чем я говорю? Помнишь, в прошлый раз я проповедовал через 31 главу 31 стих Еремия? После того, как пришел закон, и после этого израильчане все время стали проклятыми, проклятыми и проклятыми. И поэтому для того, чтобы Господь смог нас благословить и помиловать, он сначала закрыл крышкой ковчег завета. И херубьи с обоих сторон закрыли ковчег своими крыльями и не давали никому открывать. Да, это место мы называем стедалище милосердия. там, где есть закон, то грехи не могут быть прощены. А корейский написано хоккча иису. По-английски mercy seed, то есть седалище милосердия. Вот, что это означает. Именно там Господь откроется нам. где Господь откроется нам? Да, положив откровение ковчег и закрыв крышкой. Если Господь откроется нам через закон, то ведь сколько раз мы нарушали 10 заповедей? Я, по-моему, нарушил такой закон. Я много врал. Я подумал, сколько раз говорил ложь. Может быть, сто тысяч раз, миллион раз. Я даже не могу посчитать, сколько раз я лгал. И так же воровство. Несколько сотен, несколько тысяч раз я воровал. И поэтому, если судить меня по этому закону, я обязательно стану проклятым. Обязательно стану истребленным. мельман мельман истребленным. И поэтому Бог не хочет судить нас по закону. И если Господь будет судить нас по закону, мы все станем проклятыми и истребленными. И Бог так хотел нас помиловать. Было откровение на двух скрижаниях. И сказали, закройте крышку. И даже над крышкой два херувима закрыли это своими крыльями. И теперь у нас нет закона. И Бог хочет нас помиловать. Понимаете меня? Да, прочитаем еще Библию. Пожалуйста, откройте 31 главу 31 из книги Иеремии. Иеремии. И здесь вы понимаете новое заветное, не? Вот наступает дни, говорит Господь, когда Я заключу с Домом Израиля, с Домом Юды, Новый Завет. Вы понимаете это слово Новый Завет? Первый Завет. Да, Господь заключил с нами Завет десятью заведями. Если вы исполните, Я вас благословлен, Израильцы не нарушили. И поэтому по идее все израильчане должны стать проклятыми и истребленными. Но для того, чтобы спасти нас, Господь хотел с нами заключить Новый Завет. Да, это из 31 главы, 31 стих. Да, Я заключу с Домом Израиля, с Домом Юды, Новый Завет. 32 стих. Вот Завет который я заключу с Домом Израиль после тех дней, говорит Господь, вложу Закон Мой во внутренний стих, и на сердца их напишу его, и буду им Богом, они будут Моим народом. Первый Завет, это 10 заповедей. Эта Завет Господь с нами заключил в тот момент, когда израильтяне вышли из Египта. Все люди, мы нарушили этот закон. А кто его ни разу не нарушил? Да, поднимите руку. Кто ни разу не обманывал? Может быть, некоторые найдутся такие люди. Да, ничего, ничего. Скажите, если вы ни разу не врали. Нет такого человека, ни одного. Вы не обманщики. Все в порядке. Да, нет, ни одного человека. Мы все должны стать прокляками. Мы не только лгали. Каждый смотрит на женщину с вожидением, он прелюбодействовал, написано. По этому закону сколько людей из нас прелюбодействовало? Правда? джёжу нерил 수밖에 없어요. Да, мы нарушили этот закон. И поэтому, если судить нас по закону, Господь вынужден проклинать нас по этому закону. И поэтому сказали, положите это откровение в ковчег завета. и нужно закрыть крышкой этот ковчег. Эта крышка есть и далище милосердия, место милости и это место благодати. И оставляя закон, Господь не может нас помиловать, потому что Он должен разбираться с нами по закону тогда. А разве Бог любит исполнять закон? Как вы думаете, Он любит? Нет. Вот когда Мейтер и фарисей помолились, Мейтер сказал, Господь, я согрешил, я грешный человек. А фарисей говорит, он два раза постится, он приносит десятину и свои прибыли. Он соблюдал заповеди. Как вы думаете, фарисей ни разу не согрешил? Какого человека? Нет ни одного. Нет праведного ни одного. Дорогие, сколько бы мы ни старались, мы уже нарушили закон. И поэтому по закону мы должны быть осужденными и проклятыми. И вот почему Бог говорит, что заключит с нами Новый Завет. Бог сказал, давайте закроем Откровение первое. Но во многих церквах люди на воскресном служении читают вслух 10 заповедей, несмотря на то, что они не смогут исполнять. Не смогут исполнить. И поэтому из-за этого все прихожане становятся гречниками. Бог хотел, чтобы закрыли этот ковчег и больше не открывали. Понимаете? И даже сказал, не подглядывайте туда. Закрывайте крышкой. Да, сказали, не открывайте ковчег. И херувимы закрыли своими крыльями. Но во многих церквах по воскресеньям люди читают вслух 10 заповедей. И как же это ограничает. Но вы знаете, что случилось? Никому не позволил открыть ковчег. Никто не может. Но вы знаете, что произошло? Израильчане на войне с филисимлянами проиграли. И они вышли на войну с ковчегом. Враги забрали этот ковчег. Да, священник Ильи и двое сновей. Но все трое в этот день погибли. Да, это очень больно. Правда? На душе? Да, и таким образом враги забрали ковчег. И находившись в стране филисимлян, где бы ни находился ковчег, произошли убийства. Поэтому ковчег они вернули. но очень жаль. Да, пророк Ильи он назначил своих сыновей только священниками. Помимо них были и другие левиты. Но они не назначали священниками. То есть они не умели ухаживать за ковчегом. Хотя ковчег вернулись, священников больше не было. И вот почему нам нужна миссионерская школа. Если на то время был бы истинный Божий слуга, то он бы служил ковчегу. Но люди вообще не имели понятия о том, как нужно служить ковчегу. И сказали, а что в ковчеге? Давайте откроем и посмотрим. Да, давайте откроем первую книгу царств. 6-я глава. Да, ковчег вернулся. Давайте прочитаем 19-й стих. За то, что они заглядывали к ковчег Господа. Да, они заглянули в ковчег Господа. То, что они заглянули в ковчег, это значит, что они открыли крышку, то есть седалищие милосердия. И убил из народа 50 тысяч 70 человек. И заплакал народ, ибо поражил Господь народ поражением великим. Дорогие, мы каждый день читаем 10 заповедей, изучаем их. Если мы старались их исполнить, то почему же Бог не позволил никому заглянуть ковчег и закрыл крышку и убил тех людей, которые открыли эту крышку. Господь только по одной причине дал людям 10 заповедей. Господь дал 10 заповедей для того, чтобы люди осознали себя грешниками. Мы уже познали, мы уже увидели себя грешниками. Теперь нам не нужно заглядывать ковчег. Но мы должны вытереть эти 10 заповедей из нашей души. И снова, мы должны принять Божью благодать в сердце. Но во многих церквах учат своих людей читать вслух 10 заповедей. А Бог не хочет, чтобы мы заглядывали в откровение. Бог не хочет, чтобы через закон мы приходили к Господу. Так как из нас ни один человек не сможет исполнить закон. Бог не заповед заповед люди погибнут. Поэтому положите 10 заповедей в ковчег. Закройте крышку. И Херувимии закрыли этаж крыльями и сказали не открывайте крышку. Но знаете, что огорчает? у них не было истинного Божьего слуги. Если бы у них были слуги Божьи, они сказали отойдите. Да, вы не должны приближаться к этому ковчегу. Пожалуйста, выйдите кто-нибудь из сыновей левита. Да, давайте назначим этого человека временным священником. Вы должны нести этот ковчег. И нужно положить этот ковчег святой святых. И не любой из вас может войти туда. Иначе вы умрете. Вы должны быть осторожны. Хотя закон существовал. Бог не хочет этот закон. Нет 10 заповедей. Бог хочет с нами заключить новый завет, новое обещание. Да, дать откроем 31 главу 32 стих Иеремия. Такой завет, который я заключил с отцами в тот день, когда взял их руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет, они мой нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь. Да, тот завет, какой я заключил с отцами, их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести, так как люди они нарушили. Поэтому эти люди должны были стать по этому закону проклятыми, осужденными и истребленными. Все люди стали проклятыми из-за этого. Но Господь сказал, на сто пять дней я заключу с домом Израилева новый завет. этот завет это не такой завет, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку. Потому что по тому закону люди должны были стать только проклятыми. Но новый завет не такой, какой был. Да, эти люди почему же не пытались меня познать? Я вложу этот закон в их сердцах. Я напишу на сокрижали сердца их и в мыслях их напишу. Я буду их Богом, а они будут моим народом. Да, и говорит, вот завет, да, я вложу закон в их сердцах и в их сердцах их напишу и буду им Богом, а они будут моим народом. Да, это совершенно новый закон, не тот закон, который Господь дал людям израильским. И 34 в 4 стихе написано. И теперь не будут они говорить друг другу познавай Господа, потому что самых маленьких и самых старых будут знать меня. Да, дорогие, что такое новый завет? Он говорит, я прощу их беззаконие и их больше не воспомню. так сказал Господь. Да, если мы исполним 10 заповедей, то получим благословение, а если нет, то станем проклятыми. Но Господь заменил это на новый завет, чтобы новым заветом спасти нас. Да, наступит день, наступит время. Иисус явился на этой земле, чтобы умереть на кресте. Однажды он встретил женщину, взятую в прелюбодеянии. Фарисеи привели эту женщину к Иисусу. Учитель, эта женщина взята в прелюбодеянии. Моисей в своем законе заповедал таких побивать камнями. А ты что скажешь? Да, ее должны были побить камнями по закону Моисея. И в этот момент нам нужен Новый Завет. Как Бог обещал в 31 главе 31 стихе. Да, когда спросили, что ты скажешь, Учитель? А Иисус наклонился и начал писать на земле своим пальцем. Что Он написал перстом первый раз на земле? Это 10 заповедей. И Он в 8 главе для этой женщины написал во второй раз. Я прошу их беззакония и боли их невоспония. Эта женщина прелюбодействовала. Если вы судили ее по закону, так как она нарушила закон, не прелюбодействуя, поэтому ее должны были повить камнями. Но если судить эту женщину Новым Заветом, их беззакония и грехов я более не воспомню. Да, так как Бог не хотел этот закон в 10 заповедей, поэтому сказал, положите этот ковчег и закройте крышкой. И зачем окропили эту крышку кровью? К примеру, наш пастор Джосеф Бакбангон согрешил. Да, какой грех он совершил? Давайте посмотрим это в откровении. Давайте откроем крышку. Давайте посмотрим, что написано на скрижале. Господь говорит, не нужно открывать. Да, крышка уже окроплена кровью. Вот этой кровью, которая на крышке, какой бы грех пастор Пакбангон не совершал, он уже прощен. поэтому больше не открывайте этот ковчег. Аминь. Когда мы читаем этот закон, да, так как я согрешил, и ко мне начинает приходить погибель. А в чем суть нового завета? Да, Господь своим перстом написал Новый Завет. Я прошу их беззакония. И их боли не воскомнил. Так говорит Господь. Вот это Новый Завет. Если бы Господь судил бы эту женщину по закону Моисея, то она должна была быть побита камнями. Но наступит день, и я заключу Новый Завет. И поэтому Новому Завету Господь судил ее. И каков был результат? Я прошу беззакония этой женщины, и их боли не воскомнил. Так сказал Господь. Бог также сказал нашему пастору Пак Пан Вон, Я прошу твои беззакония, и боли их не воскомнил. Господь также и мне сказал, Я прошу их беззакония, и боли не воскомнил. И вам также сказал Господь. Да, и как вы хотите, по какому закону чтобы вас судили? Вы хотите, чтобы вас судили по 10 заповедям? Или вы хотите, чтобы вас судили по Новому Завету? Мы все должны стать проклятыми, так как мы нарушили 10 заповедей. А Новый Завет говорит, независимо того, какой грех мы совершили именно Бог прощает наши беззакония и их боли не воскомнят. То, что мы осветились и оправдались, это получилось не благодаря закону. Это произошло благодаря Новому Завету Бога. Если мы закон исполним, станем благословенными, а если нет, то станем истребленными. А Новый Завет, независимо от того, что мы делаем, какой грех мы совершаем, Бог говорит, я прошаю их беззакония, я больше их не воспомню. Так нам сказал Господь. Аминь. Аллилуйя. И поэтому мы стали теми, которые живут по Новому Завету. К сожалению, многие люди знают хорошо закон. Я не знаю, почему они об этом даже написали гимн. Бог не хочет, чтобы мы заглядывали в закон. Да, поэтому закрыл крышкой. Если мы заглянем туда, то станем проклятыми. Мы погибнем. Если закон придет в наше сердце, наши сердца погибнут. Ой, я человек грешный, у меня много грехов, наверное, я войду в ад. Но если мы заглядываем на Новый Завет, я прошу их беззаконниц, и их боли не воспомню. Я верю в обещание. И таким образом Новый Закон написан на наших сердцах. Да, и мы хотим сохранить этот Закон в своих сердцах и думать об этом больше. Поэтому мой закон это не тот, это не 10 заповедей, а это Новый Завет. Когда нас судят по Новому Завету, Господь прощает. Мои грехов Он более не воскомнит. Вот благодаря чему мы стали святыми. Вот благодаря чему мы получили спасение. Вот благодаря чему мы оправдались. Это не потому, что мы перестали грешить. Да, не то, что мы ни разу не нарушили закон. Многие люди об этом не знают. Несмотря на то, что они уже нарушили закон, но пытаются получить благословение исполнением заповедей. Да, хотя мы должны были стать проклятыми, но Господь взял на себя этот грех. Он вместо нас, на наши грехи получил наказание. И благодаря этому мы получили оправдание. Это Божья благодать. Прославляем Бога и благодарим Бога. Помолимся. Святой наш Отец Господь, по закону мы все должны были стать проклятыми. Но Господь, Ты возлюбил нас. И благодарим Тебя за то, что подарил нам Новый Завет. В Новом Завете написано, что Бог прощает наши грехи. И по этому обещанию Ты послал Иисуса Христа и просил все грехи. Благодарим Тебя. Дай нам пребывать дальше Твоей благодати. Да, до сих пор многие люди в Корее находят под законом и страдают. Прошу, помилуй этих людей. Пусть эти люди услышат это слово и изменятся. Благодарим Тебя. Молился во имя Иисуса Христа. Аминь. иисус Христа. Аминь. 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 Аминь.